Теперь просто хотел задать такие полуличные вопросы, например, по общине, вы авторитет в общине создали, не было ли у вас такого желания, давайте меня сделаем почетным членом вашей общины, увековечить себя в веках. По словам, вообще надо понимать, что ты, знаешь, я создал. Я побудил других в создании, я и не создавал. Я побудил других. Я говорил, что, например, я глубоко убежден, что члены церкви являются мирянины. Представить, духовенство – это малая часть членов церкви, количество. Основная часть – это мирянины. И они есть царственное священство. А такой, только такие епископы, священнослужители, то есть освященные, выбранные из иных, слуги народа Божия, но не Бога. Бог не имеет нужды в слугах. Суги народа Божия. И поэтому, как по-другому можно назвать священнослужителей? Это няньки. Кто им дал почетное право потирать носы, с кем нянчиться, потирать жопки после большой нужды, кормить ложечки, водить, прогуливать, носить на ручках. Ну, вот человек такой. И поэтому функция – это нянька. А нянька народа Божия. Церковь – это нянька Божия. Вместе с Христом каждый, а в нем все друг с другом. Поэтому я подталкиваю, я подбуждал к этому. Но я не являюсь в полном смысле, как она вообще. У нас как бы два явления есть у нас. Это есть организация, общественная, у нас, которая, она сейчас делает община Спаская, и там я в ней не вхожу. Это как раз именно то, что является общением. Община Спаская. В том смысле, это слово. А около этой общины у нас, она в виде поселения, прямо вот здесь, под Бондаром. Вот. А кроме этого, рядом еще другие сельцы живут. А это как бы второй круг общины, что ли, или около общинники, как сказать, правильно сказать. Да-да-да. То вот я тоже около живу. Ничего на общине. Ну, вот так это вот, если сказать можно. Во втором круге. Ну, так можно сказать. Если можно сказать третий круг, это с нами самольцы многие живут в Америке, где угодно. Они, конечно, связь иметь через интернет, никто и приезжает, ну, реденько. Ну, можно раз в жизни только. Ну, это уже третий круг, если уж так говорите, если образы, конечно, в кавычках слов, все это упоминать. Вот. Вот. И с кем быть вообще не хотел. Ну, сначала, когда совершал священнослуживый, был священным председателем, то невольно как бы это получилось как бы неофициально, ну, как лидер, что ли, председатель неофициальный, без названий. Так вот. Потом, когда упросил архиерея отпустить меня на покой, он не согласился, но он согласил меня отпустить настоятельства, благоченничества моего сына, святого грузин, отца Анастасия, а я против этого священника. Ну, а мне от болезни пролюсил ног, и я, как священник, я избыть принимал много, общался с паломниками в церкви, а вот уже от священнослужения, как исключение, ноги проблем давали. Вот. Потом мне операцию делать, там лезали вены. Вот. И поэтому была цель у меня разбудить ответственность членов церкви Мирянки за церковь. А я тогда был священником, поэтому я себя сразу как бы... Это я других толкал, не себя. И поэтому быть каким-то официальным лидером, каких-то объединений в мире, а у нас в фон, в другие организации, я никогда целей не ставил, поэтому... Это я-то уйду, а я тогда как лучше делать, на что время самоорганизованные люди, к Дому и Господу. И поэтому на сегодняшний день и не являюсь. Больше того, мне очень интересно. Мне интересно другое. Вы знаете, очень интересно. При тебе к нам же приезжал второй сын с семьей, с детишками. А некоторые говорят, вот и внуки опросятся к деду. Говорят, ну вот, я как рад, как счастлив, пускай приходите. Я говорю, сынок, а что, приготовить тебе? Ты лучше, наше детское, чем я. Закажи, пожалуйста, у нас хорошие кафе есть, хорошо готовить. Я денежки заплачу, а что бабушку не напрягать? И я что-то... А он привез уже изготовленные, они на стол накрывали, и я сижу за ними. Они бегают, играть нехорошо. Мне другая старшая сына сказала, пап, ты приглашаешь вот к нас к себе, а ты никогда сколько мне поиграешь? Я говорю, знаешь, дочь, наверное, не умею. Но мне такое наслаждение самое, что вот они бегают, прыгают, вот они, какие у меня хорошие, у меня такое счастье, что они у меня есть. И вот где-то сейчас по отношению к общине и около общине, к чему угодно, вот мне очень интересно отойти в сторону и посмотреть, как они вот без меня-то. И от меня когда-то не будет жить, а делать если больше, то он должен жить, вот мне вот надо отходить. И мне очень на сегодня радостно, что я все меньше и меньше в чем-то участвую. Ну зовут, когда уж как волонтер, скажем, вот, ну не отказываюсь, в чем-то неинтересно участвую, но стараюсь как можно отходить. Но при этом вижу, а люди уже разогрелись, они уже сами и с Господом, и друг с другом. Я, получается, как бы ненужный уже. Это счастье. Это счастье, видишь, что без меня дело будет идти, которому я служил лучше, чем со мной. Бах, какое счастье, это как хорошо, ой, как здорово. И мне удалось быть самым главным. Мне удалось быть говном. Ну да. Удобрением, да? Грубо, да, это городским говном. А для нас там дели живущих, что такое на острове собрали? Он перегнивает, ложится в землю и богатый урожает. И это кому-то, говно, нам золото. Вот, поэтому быть удобрением для будущих поколений, над которым будет урожай, это счастье. А скажите, вот сейчас такая просто всемирная, буквально, вселенская такая беда, беда отношений мужа с женой, вот это вот подкаблучничество, да, эффект. Как вы к нему относитесь, ну и вообще, как вы исправили? А когда вот говорили про одежду мужская, женская, вот это тоже туда. Да, главное, это, чтобы церковь призвания найти, делать то, что уже без больших рассуждений и моментов понятно. Но если родился в мужском теле, остается как мужчина. Это даст понимание, что делать дальше. То главное отходит. Вот, начинать сначала, с первого класса, с первой ступеньки приниматься, а не остаться. Поэтому, если мужчина не несет ответственности, если он не ведет свои силы, стал подкаблучником, значит, он извратил свою суть. Он не мужчина, женщина тоже не стала. Он вообще, как это назвать, штука без названия, не поймет, что сбоку бантик. Это не обзывательство, не унижение, как вам? Он никто, он ничто, он никак, он ни для чего. Ну, сегодня это понимается, например, женская половина, то есть, про чем мы говорим, подкаблучка, ну, это такая вот, крайняя форма. На самом деле, форма-то такая, вот, как реально показывает, реальность показывает. Он извратил о себе промысел Божий. Он изродил свою жену, дав ей возможность быть мужичкой. Так вот, так вот. Он пример показал детям поганой. Вот, даже психология неверующих людей, неправославных, так скажем, говорит о том, что женщины бессознательно пытаются... Женщины, современные женщины, я вот так бы сказал. Все-таки я вот помню моих, по крайней моих бабушек, не видел там этого, в такой степени стремления к тому, чтобы командовать, как сейчас. Может быть, может быть, давайте назовем современных женщин, пытаются захватить власть над мужчиной. И чем у мужчины власть больше в этом мире, там, он директор, генерал, там, еще кто-то, они еще больше пытаются захватить. И это говорит, еще раз говорю, не какая-то православная, не святые отцы, а, собственно, сами те же люди, у которых это процветает. Вот, и, говорит, женщины это не могут понять, то есть, ну, они на это, на подсознательном уровне это делают. И когда сегодня смотришь на христианские семьи, а происходит то же самое. И особенно это, там, не знаю, бывают и у священнослужителей, и просто, и все это вроде как, да нет, вроде у нас нет подкаблучничества там, но при том, что жена, как бы, такие рамки там, как-то ставит, то есть, получается, что у женщин нету понимания. Я видел, как архиереями вертят, и они подкаблучники, там бывает неофициальная жена этого, это как грехон, а вот нет, просто какая-то, там, выезжаешь в окружение, какая-то бухгалтерша или монахиня, как он, вот, подобрал ключи, чайок подносит к митрополиту киевскому и назначает новых епископов. И так вы, видите, вот, слышите, так вот, да, в разных формах, да, сейчас, да, искажения происходят, уродства во всех смыслах. Там есть какие-то причины, например, в России, сказать, была война, были войны, гражданская революция, просто, видите, мышки дома не было, они их убивали, у нас исполненно-то войну ушло, вернулось 60%, 40% полиглотам мужчин, ну, а эти годы войны, кто в тылу-то все тянулось себе, и мужскую работу, и женскую, и лошадиную, женщины, это, это вот из урода, у нас сычаток некий, очень сильный, если раньше война была, мужики воевали, часть мужчин, то тут мобилизация всех болит, миллионы гнали, миллионы на смесь, вот, страшная картина, конечно, страшная, вот, это тоже повлияло, скажи, не говоря о том, что уже было вероучение коммунистическое, которому женщина равна мужчине, идиотство полное, конечно, это то, что равенство и неравенство не подходит, укажет свое служение, ну, мужчин всем желает, но не родит он, не сможет родить, а женщина с тем фактом рождения, беременность, и прочее, уже не может делать то, что делать мужчина, ну, давай беременную женщину, заставим вон брену таскать, ну, это чего это, это убийство женщины, это преступление жить, ну, поэтому, тут не может быть такого, ну, вот жизнь была такая, да, да, вот так вот, и брену таскали, и падали, и в пуге их прягались, и на тартарах пахали, и получилось, да, вот то, что получилось сейчас, есть это явление очень распространено, суть, я повторяю, это извращение замысла, промысла Божьей о мире, это потеря своего призвания, это грех соблазна близким, детям, уросла детей, это преступление страшеннейшее, а последствия, самое непредсказуемое страшное, это прямо дороговато, я в головах убежден, так же, как, например, если женщина мужичка делает, так как мужчина обармливается, это извращение, я думаю, сейчас всплеск с ассоциалистом и от этого тоже, ну, все, по женскому типу, и на мужском, понятно, вот, вот, а что делать, а вот как, говорю, вот, да вот все делать, начиная с одежды, с плотков на голову, ну, вот с этого, с отращиванием борода, борода мужчинам, вот, мелко, что борода, не оделся мужиком, что ли? Делает, ну, делает, заставляет. А верующий там, да, борода не спасает, ну, что за чем? Не спасает, конечно, но это все вместе, когда вкладываешь, платочек, плюс борода, плюс там блюда, плюс юбка, все, получается уже не так и мало, но главное, конечно, это все правильно, это мужчина должен воспитывать в себе мужские качества ответственности, и так воспитывать нужно мальчика, а девочка, например, это нежность и ласка. Вот я понимаю бабушку, она как-то, у нее это было жестко, например, она вот, например, мы с сестренкой, она помладше, что-то распоряди с детьми? Она говорит, Люба, Люба, уступи. Почему я должен уступать? Он не прав, говорит. Ну, он мальчик и первый. Мне казалось, что бабушка, мне нравится, что бабушка говорит, но мне казалось неправильным. Ну, почему все, что мальчик начинает уступать ему? А потом, может, он подумал, вот ваша бабушка слабала глубина. Я помню, как мне деда рассказал, у него дед был тотальный, и они же таким, традицией, говорят, когда я у деда в дерево приезжал, на ней у них своя кухня, сколько, говорит, варить мясо, мясо мне мать, и она, бабушка говорит, кладет чашку, и деду ставит, а не кому. Деду, и он отрезает, а остальное не дает. Он, может, лучше, больше отрежет. Да, но раньше, почему традиция? Он пахал, потому что. Ему силу нужна. Он сильно будет пахать, он всех накормит, а он упадет, всем сголд по рукам тоже. Это не для него, не ради него, а ему ради всех. Да, вот вещи такие, даже вот такие, поэтому воспитывать в мальчике ответственность обязательно. Вот так, вот, я, знаешь, был такой, вот ты у нас гостишь, а мне было, кто приходил уезжать, сейчас на доме жили, мальчишки подрастали, я говорю, так, парни, уезжаюсь ночевой, вы замучены, вы мужчины, так, к тебе на кочегарка, на тебе сарай, думаю, доченька маме, помогать, вот, на жену не сталкивалось все, конечно, она тоже дети, она где-то подходила, что ты делала, естественно, но главное было, парни, сарай мать не должна чистить, это вы, это ваша работа, сынок сашим за кочегаркой среди, она пойдет все равно естественно перепроверить, но дети, дети, но я воспитывал, и они все это чувствовали, они это ответственности снесли, с детства, пришел к одному знакомому, его здесь по делам, они только со двора зашли, двор сделали по-глупому, по деревенскому, без травы большой, это раньше нужно было, сейчас двор вообще не нужен, в деревнях, в частных домах общий двор не нужен, никакие, но тем не менее, он, жена, сын и дочь, мокрый все придет, да что это такие, снег толкает с двора, и жена твоя, дочь, он говорит, а ты же не помогаешь стирать, он говорит, нет, а гладишь, это стирно, нет, а как тебя встает, может быть, я не мой, как интересно, у вас есть общий лево, и женский, это как это так, говорит, нет, может ты делать, я работаю, она у тебя дома сидит, не работает, я на работу, работа, на заработок внешне, это общий тоже, так интересно, есть женские дела, а есть общие, я так уйдюс, говорит, ну, ты даешь, он, Владимир, Володин, говорит, ты меня убил, а я думал, ты мужчина настоящий, ну, вот, ну, да, он даже не понимал, понятно, вот как раз, вы говорите, зарабатываете, тема заработка, как все-таки, вот, например, ну, современному человеку, молодым людям, там, не молодым, не важно, все-таки идти в таланте, именно, вот, какой у тебя есть талант, да, призвание, там, искать его, ты, например, вот нашел, и зарабатывать именно вот так, или все-таки, там, слушать совета старших, там, а вот мы, наши деды, вот делали так, и поэтому мы сейчас должны так делать, нет, слушать совета тоже надо, если каждое поколение заплетало бы колесо, космос, в целом, если бы не поднялось, нет, опыт, это ценнейшее сокровище, ценнейшее наследство, опыт, слушать надо, но, слушать, но искать и себя, одного, мне кажется, и противоречит, искать и себя, таланты могут быть заложены, хотя тут один очень важный момент, многие под талантом, силами зала талантов, профессии понимают, и заработали, а мы, да, разные, поэтому, иногда бывает, талант выражается в том, что не несет денег, благополучие материальные, не несет, и поэтому, поэтому, человек может быть, для души, что называется в народе, ну, скажем, вот он нравится вырезать, что-то такое там делает, что, я не знаю, я знаю мужчину, там любил ушивать, вот на разуме у него получалось красиво, ну, ну, это не на продажу для дома, но этим он нежен, не заработал, заработал другим-то. Я хотел сделать такую ремарочку, что я учился, у человека, который у нас называлось, это обучение, мастерская своего таланта, это не был православный человек, это был просто, ну, там, бизнес-тренер, бизнес-консультант, там, не знаю, как его сейчас называют, вот, и там, именно четко подчеркивалось, вот, как узнать, что это твой талант, именно, талант находится через делание, в любом случае, ты что-то делаешь, и, говорит, тебя будут сопровождать 4 составляющих, которые, не обязательно в каком порядке, основные, то есть, там будут еще, может, какие-то, но это основные, например, это физическое здоровье, вот я что-то делаю, и это дело, меня не убивает физически, эмоционально, ты будешь всегда радостный, ты не будешь какой-то грустный, тебе там не хочется, там, такого не будет, психологический рост, твое дело будет тебя, и финансовый, то есть, ты на этом будешь, ну, как-то, ну, не знаю, если ты, может быть, хочешь, ты будешь на этом зарабатывать, не хочешь, нет, но, вот эти вот 4, они будут, и вот тогда будет, вот это понятно, что это именно ты в таланте идешь. Это все так я за меня, ну, вот так и есть. Ну, то, что, может быть, кто-то там не зарабатывал, ну, это, может быть, они как бы не хотели, там, но у них, а если просто, я так чему говорю, что если ты что-то делаешь, и вот что-то один или два отсюда не соответствует, то это значит, это ты просто, ну, я иду на работу, потому что мне надо, мне семью надо кормить, вот так я всю жизнь проходил, но это не мое любимое дело вообще. Да, но с другой стороны, у меня есть радость о том, что я кормлю семью, моя семья, не голодает. Это уже третье, как бы, дело, но, я говорю еще раз, что было удивительно, именно в психологии, слышать от неправославных людей, что говорят, талант как минимум один у человека, как минимум, потому что человек начинает, а другие раскрывать, если он встретится, как-то. Обычный талант, есть, которые более важны, более главны. Ну вот, и каждый талант, у своего таланта есть функция святости, любой талант ведет к Богу, вот что интересно. Вот это, что еще такое талант? Это указатель пути, но не в земной жизни только, а через земную вечность. Вот возьмем, такой яркий пример таланта, например, ну художник. Это у нас как обычно, может быть что-то другое, потому что говорят, талант ли у только Моцар, типа или там, на самом деле, не правда. Я скажу, поэтому писать иконы, картины, нет, иконы, картины, но которые ум чувства поднимает на землю все-таки. А другое дело, у меня отец для того, как бы священником работал не урон, ни одной прогрессии, но и вот, как таланта рассказал, сказал бы парикмахеру, и он не просто их завевал, он туда красил, а он это делал так, что к ним приходили страшилки, уходили касавцами, или касавицами. Он был, так это было модно, мужской, женский, то и то, и он это совмещал. И к нему приходили первые люди в области, вставали в очередь, и когда в касную платить было, скажем, рубль, ему в карман вставали 3+. Вот, в 4 раза больше платили, но только чтобы быть у него никакого другого. Я не рассмотрел, а потом он уже не работал перед матерьом, и даже не стриг дома внуков. Вот меня попали, нет, почему? Нет, у меня руки так не чувствуют. И вот, руки отвыкли от скрипки пианино, как бы, а плохо он не может делать, только или идеально, или никак. Вот, вот там явно тот, да, и он преображал жизнь людей, он, люди от него ходили другие, не физически точил, причёской, душевно другие уже, они в себе видели красоту, которую он умел делать, причём к ним приходят люди с дефектом, ущербным, тоже. И он их сделал при ближнем к идеалу. Он сказал, как он этим самым вёл к Богу. Красота. Видни красоты. Как Достоевский говорил, красота спасёт мир. Когда мы вот смотрим на это творение Божие вокруг нас, нас не может поражать красотам, поражаемся совершенством Творца, види красотой. в итоге совершенством Творца, види красотой. Люди видят красотой и себя красотой, через этот бессонт подвигается к Богу. Мы всегда, когда говорим таланты, то есть, всегда берём какой-то, да давайте вот просто, вот он, он работает там, столярки, не знаю, там, он кирпичи ложит. Ну, столярки кирпичи не ложь, наверное. Нет, столярки либо каменщик кирпичи ложит. Вот у меня второй сын, ему нравится работать с деревьем, и он говорит, что дерево живое. Вот чувство живое. Значит, а надо точно человек к этому. А да, сейчас у нас в духовном центре человек из кирпича кладёт русскую печь. Но неординарную, как я попросил, он там ещё своё вносит, и у него каждый печь будет не похожа на другую. Он делает каждый раз новый-новый шедевр, от которого и функционал, понятно, там и готовить, и на ней лечь, и там прочее, но это ещё и красота. Вот кто входит, говорит, ой, какая красота, в двор на мы сидём, у нас печь, говорит, ой, какая красота. Людей хватает красота за сердце. Нет, красота, это, как говорят, красота, это страшная сеть. Как относиться к богатству, например, точнее, люди относятся иногда к этому, как, ой, да там, типа, человек, какой-нибудь бизнесмен, предприниматель, купец, ой, да там, купи-продай, ещё что-то. И интересный момент, например, Иосиф Алимафейский. Ну, явно, то есть, вроде как, к нему не было негатива, и... А святой Давид, он вроде бедным не был, царь. Ну, это ладно, царь, а вот мы, как бы, там, весь язовет, не поменял, а тут вроде, новый завет, тут вроде, вот, понятно, и, например, даже толкователи говорят, что пришел-то именно Иосиф, то есть, не могли, вот эти вот, простолюдины, там, высота крестьянская, прийти, там, Пилата попросить, ну, кто они такие? А он был, мало того, что авторитетный, известный, то есть, ну, является ли это как-то плохо, быть вот сегодня каким-то там богатым? Я думаю, это не хорошо и не плохо. И он в деле духовном, и богатый или бедный, здоровый и больной, мужчина или женщина, знатный или не знатный, красавец или урод ничего не имеет в корне. Вот, с каким сердечным настроением это пользоваться, какие цели преследовать? Цель, все-таки цель. Цель и средства. И цель и средства. Цель не оправдая средства. Цель и средства. Вот, например, я от того, что имею, помогаю, того, кто этого не имеет. Но не просто даю, а покупаю удочки и даю нуждающимся, чтобы они учились рыбачить. Даю лопаты, чтобы научились копать. Раз здесь, да? Иоанн Кронштадтский, у него был сиротский дом, где учили мальчиков и девочек элементовое мясо, чтобы они, уходя потом в большую жизнь, имели бы, в путевку жизни, имели бы трудовой навык, профессию. Ну вот уже. Они не денег давали, только, там, свежа, а давали еще, возможно, потом надо, в том, что есть. Это очень важно. Вот. Это цель. Вот. А как это делается? Пописал ты, богатство, ащи, течет, не понадобится сердца. То есть, есть очень хорошо. Нет. Ну, так и надо. Ну, скажешь, а вот ты к нему стремишься? Там, к богатству, ты пытаешься работать, там, вот не надо, там, вот, там. Нет, пытаясь работать для чего? Работать надо. До своего использования, средства решения. Ну, да. А чтобы больше отдача иметь, мы тебя ждали от этого. И это не плохо, не хорошо. Чтобы платить хорошо, что плохо, для какой цели тогда? Если ты честно работаешь, и у твоей доход растет, то для какой цели? Например, я говорю, ну, дальше получи. А вот, например, чтобы, ну, вот, директорский вариант, чтобы сел в теплый туалет в доме, а на улице, зимой, жене, ребенку, найдет хорошие цели. Хорошие цели. Или, например, чтобы купить машину, которой нет, чтобы изделение, выезжать в город, скажем, зимой с детишками, мороженки поесть, вопрос на конкретно поста, а в этом, окопать, покупать детей, и у них праздник сделать, радость принести. Не мне, о семье, а в семье. Мои радости, то, что они радуются будут. Наверное, хорошо. Я не вижу, что вы их рады. А вот, бывают такие варианты, как просто складывать мертвым деньги, или денег ради денег, чем больше, чем больше, чем больше, просто сам в себе, он уже, и не до детей, и не до жены, он вот так вот, только на деньги делать, у него получается захватывает, ну, это какая-то зависимость, как наркотик, как лент, получается, так же плохо. Ну, надо пока не грозить. Слава не церковь. А как, например, относиться насчет попрошайничества? Сам я не работаю, как бы, других могу даже осуждать, что вот они там как-то, ну, а попрошайничать могу, там, ой, вот кто-то мне бы дал бы, там, вот, миллион были, вот подайте мне, там, вот мне надо купить, вот, вроде как и не себе, но вот туда вот, вот этому, или там, не себе. если потому что он не работает, ну, как, ну, я работаю, ну, вот, как он, я не смогу работать, потому что я вот, а как, мы не сможем, ну, никак он, как все не сможем, каждый боковый дальний повторим. Если для того, чтобы много лично себе получить и меньше потрудиться, то это греховно. А если я прошу, для того, чтобы, например, даже вот, ну, вот такие факты, вот, мы знаем, ребенок тяжело болеет, у него нет возможности, делать им плотную практику, она необходима. Я хожу и прошу, ради ребенка. Я думаю, что это спасительно. Ради кого-то, да, и полностью ему все передал? Ну, это ребенок, это случай. Ради себя, но ради себя, опять только, опять кабыль для себя. Например, я знаю, папа был, когда нужно помочь, было, он отказывался, было на всеми мужчины, он офицер. А жена наставила, чтобы он это сделал и добивался помощи. И он требовал себя операцией на сердце, иначе он мог умереть. И все-таки, вот он послушал жену, в том случае, и вот я еще, в этом случае, от него тоже, его просили, его это сделать, спросили. И он пошел там выбивать, кое-что, опять в душе. И вот, мы сделали операцию, ему реально помогли. И он смог, поэтому, быть больше семь лет, помочь, смог поставить дочку взрослой на ноги, обозрение дать. И, поэтому он опять, здорово себе, но для того, чтобы семьи, семьи же там, было бы пошло. Думаю, не погрешили. А как еще, вот сейчас вопрос про детей говорили. Вспоминаются такие случаи из Писания, например, когда из Библии, вообще, вот, например, пророк Илья умер сын вдовы. Вот, и она говорит, что он умер, и он раз, и там, что, пришел, зашел в комнату, закрылся, начал молиться, там, над телом, над его, значит, распростерся. Павел, там, например, сидел какой-то подросток и втихий, там, на подоконнике. Уснул, упал, умер, там, он тоже взял его, вылечил. Воскресил. Да, воскресил. Лучше сказать, молился, чтобы Господь и Господь воскресил. Да, значит, Тавифа, значит, тоже умерла, и потом, или говорит, вот смотри, вот какие рубашки она шила там, нам ее надо воскресить. А сегодня, когда, например, человека какого-то считают, ну, какого-то достойного, может, все себя так позиционируют, ему, например, говорят, вот у меня там заболел ребенок, помолись, верю, ты себя позиционируешь, так верю, что Господь может вылечить. Нам, например, он говорит, а ты не боишься? Я же могу помолиться, и ребенок может умереть. Вот. Вроде как в словах его есть, правда, вроде как, да, воля Божия, то есть, он может умереть, может нет, но почему те святые так не говорили, когда им говорили, что вот нам нужна вот эта вот Тавифа, он бы сказал, э, я могу помолиться, вам точно это надо, вы смотрите там, а то сейчас наговорите что-нибудь себе еще хуже. Они нет, они беспрепятственно сразу раз, что-то делали и эти восклинили. Ну, все-таки, оценки нет в Писании, что кто просит за Тавифу или там под... Я не просил, за меня, кстати, что она скресила ее. Не просили, но все-таки не скажут, что они хотели, чтобы ее воскресила апостоль. Ну, а как, они говорят, вот ты посмотри, какие она добрые дела делали. Просто говорю, как она хорошая. Ну. Они жалели. Ну, как бы... Ну, там не сказал, что не было желания, чтобы ее воскресили. Не было. Не сказал. Тут эта инициатива так воскресила. Ну, я думаю, опять же скажу, когда меня спрашивают, говорю, о чем вот не я, о чем угодно говориться? я думаю, о чем угодно. Но только при условии есть не просто сказать слова, а и духом не так. Отче наш, но все-таки да будет твоя. Не как, а еще, ну, как ты. Если ты видишь, что это надо пользу тем, кому мы молимся, и надо. Что это несет слова, то есть, в этом имени. Мы просим тебя изучить это. Если это не так, то не делай. это вопрос как бы именно с такой стороны не является ли слова вот, например, человека, который говорит, а ты не боишься там, что, знаете, какой-то как некое такое, он в себе не уверен, я вот про что хотел сказать. Те-то апостолы были уверены абсолютно. Вот. Он там помолился, все там воскрес, значит. Он в себе не уверен, и как бы вилка такая надва. Ты уверен, я помолюсь, он может умереть, то есть, это не моя. Или там, ну, а если выздоровеет, то, ну, вот, тоже, вот я такой хороший помолился. То, что какая-то некая, то есть, абсолютная неуверенность и сразу такой тыл, оправдание, что вот, не знаю, не я буду виноват, если ему сечет, не понимаю, мне не уж и странно так слова-то ставишь. Но вот, когда меня просят чем-то помолиться, он говорит, экзамен издаю, будешь молиться завтра? Я никогда не говорю, господи, помоги, хорошо, удачно дать экзамен. Никогда. Я говорю, господи, створи милость над чадом твоим и что спасение полезнее соверши. Поэтому для спасения ему сейчас полезно в гроб лечь, значит, будет так. Ну, экзамен тут легкий вопрос. Но он совсем бездуховный. И просто он нужен мой царь о этих больших мелочах. И нужно Богу беспокоить. Господи, я прошу тебя, что вот тыкову создал мне, а то у меня больно лысину тыкову. Ну, это точно вопросе Бога, да? Ну, а вопрос, вот, ребенок, конкретно болеет ребенок. Это серьезный вопрос. Нет. Есть человек, который просит, и вы, как бы, понимаете, что вы, если человек вас просит, он возлагает на вас некую ответственность, как бы, как бы. Я так не понимаю. И вы потом как бы себя подстраховываете сразу, что если он вылечится, ну, значит, это я помолюсь. что и тот, и другой не понимают, не имеют правильного профессионского понимания. И кто просит, он так отвечает. Просто он зачем так отвечает-то тогда, вот к чему вопросу, наверное, и непонятно. Он неправильно отвечает, и тот спросит, он неправильно просит. Ты так считаешь? Неправильно просит, что помолитесь за моего ребенка, чтобы он выстрелил? Конечно. Ну, или операция, я помолюсь за моего ребенка. И семейки у вас были. И я буду, давайте, прошу вас всех помолить, чтобы в воле Божьи совершенствовало на него ушло. Молит Божьи. Ну, мы молимся, мы просто в конце добавляем, что Господи, все-таки, но все-таки, да будет воля Твоя. Мы, конечно, хотим, чтобы человек, или ребенок, или еще кто-то выздоровел. И все-таки, когда я говорю, Господи, если угодно тебе, да будет воля Твоя. И все-таки избегать таких. Мы молимся за Твою Папу нести, но это с Твоей была инициатива. Я никогда не молюсь. Ни за Твою Папу, ни за Мону так не молюсь. Вылечи из Цели. Никогда, из-за тебя не молюсь. Я все... Морь Тебе не проделал. Я говорю, Господи, пусть Твоя святая воля будет. Господи, только дай, например, Твою волю с радостью и с благодарностью Тебе. Я ничего конкретно не прошу. Вот, значит, прошу прощения. Сейчас скажу про себя и про других. Мне не имеет значения, какой будет путь вот от точки А к точке Б. Какой он? Легкий, тяжелый, погрунтовый эти дороги или по асфальту, ни на чем. Мне важно прийти в точку Б, дому прийти. Нет, так все-таки Вы... Поэтому главное – это Царствие Божие, Христос по всему. А здесь на земле это что будет? Да какая разница? Вот, вот у меня родные дети. Во сколько они умрут для меня иметь значение? До моей смерти или после моей смерти? Во-первых, пусть будет воля Божия. Я предаю тебе. А во-вторых, лучше как? Я думаю, может, лучше до меня, я на них пережил, я на них молиться встал. С любовью. А может, когда может не быть таких, не будет так, то сложно так молиться, как он мне бы хотелось. Поэтому, что лучше это? Не дай Бог не пережить детей, мне говорят. Дай Бог хранить детей. Я так никогда не говорю. Говорю. А дай Бог, чтобы Божий Божий был, Нет того, что... Или вот, такой момент. Ну, что, работа начинаем, чтобы у нас работа спорилась, Господь был с вами. Это не так, вы знаете. Я говорю, Господи, благослови, чтобы Твоя боль совершилась. При этом, может, во время работы не кирпич на Бог упадет, и в больницу идут. Значит, вот, Воль Божий совершилась. Нормально, правильно. Или это, что, вот, это смешной пример. Болгополучно дать экзамен. Господь был, советую, готовить пищу, чтобы было вкусно, в поле Божьей. В поле Божьей пересадить сегодня спасительный будет. Давайте пересадить, поприди. Больше твоих парня сделаем. Нет, нет, у меня никакого нет желания, интереса молиться о чем-то земляном. Вот люди приезжают, например, у нас это ребенок, что пользу будет дать дитя. Я вижу, что Господь это делает и дает. Но я опять, то говорю, Господи, если меня против, Господи, если ты видишь, что я ему это на пользу, и они правильно смогут воспитать, то я вижу, что я имелся дать дитя. Если ты видишь, что я не на пользу, то будет воля твоя. Все. Все-таки мне все прошины укладываются в одно. Отче нас, то будет воля твоя. Получается, вы также в духовном и в земном, я понял, что вы результатник, а не процессник. Ну, можно сказать. И это у вас так же, как в духовном, так и в земном, или нет? Да. Потому что есть люди, например, я знаю, очень хорошо знаю, людей, которые интересуют именно процесс. как в земном полупосередневости, так и в духовном. Вот. А результат, как в духовном. Я смотрю на... Как вы говорите? Забываясь ранее, протираясь в преднее бегу. Вот я движу цель. Я цель беру, что ли? Ну, я почему-то, ну, по крайней мере, как просто не за духовное, например, за земное дело. Я именно за результат тоже. За результат. Вот твоего детка, батюшка, благословитель, все это детка, чтобы они хорошо учились. Господи, понимаете, бывает слух, как обидится, а может ему полезно не учиться хорошо, а практика хороша будет потом по жизни. А это детка, может полезно не с тут закончить, а хорошей мамой стать женой. Это разные руководства. Один как бы духовным руководствоваться, а другой просто земными стереотипами. Как же так получилось, батюшка? Я когда-то, когда вы, я в какой-то вопрос отреживание беру, как же так получилось? Я машину освещал, каждый раз выезжаю, все, Господи, благослови, машину перекрещу. Как же я получил меня освобаривать-то? Очень просто. Значит, сеть на пользу. Раздумайся, какие причины это могут быть, и потом, посмотри, каким выводом приведет. Как же и просто, по сути, так можно. Он делает не что нам кажется хорошо, а что нам на пользу. Вот какой момент. Мы ищем счастье. Четверг в обиду. Кто говорит, что в обиде? Слушай, в чем? Чтобы мои дети не болели, что он родил здоровье этим, чтобы потом был послушным, чтобы шелчился. То есть, мы вот что-то очень конкретное говорим. Это если просто счастье, в четверг в обиде сказать. Или, хочу быть счастливым по вторникам вечно. Это глупо звучит, что Господь не хочет на такое счастье, а половинчество, урежное, частичное. Он хочет нам быть счастливым в себе. Да! В свидетельстве вечно. А для вечного счастья может полезно что-то сейчас потерпеть, в чем-то погонять, пострадать, чтобы к этому все хорошо. Ну вот, хороший, настоящий тренер готовит, скажем, тренируемого каким-то большим небесным успехом. И добиваются они этого. Но для этого приходят тренировки большие, нагрузки большие. Ну, цель поставлена вот такая. А наша цель это не земной пьедестал, не земной медаль. Вечная царство может быть. Для этого придется напрячься, напрячься, а я желтый порвать. Так, если это гад стоит свеч, мы же вечную, сейчас ее изведем. А земной земной это не безразличный цвет. Тяжело будет, когда плохо ты. А сейчас я спрашиваю, блин, мне седьмой десяток. Да это плохо ты, высота боли пролетала, не успешно заметила, пролетела, жизнь кончилась. Здесь потерпеть полтора секунд земной жизни, да что это такое? Вот, и мне это смеется, когда я говорю, я прям говорю, нам терпеть только до гроба, всего-навсего. Только до гроба и все, точка. Чего, о чем разговор-то? Ну да. Ну что ж, в принципе, сегодня мы все вопросы осветили, которые хотели. Благодарю вас, батюшка. Взаимно, очень благодарен. И за вопросы, которые меня оставляли думать тоже, и анализировать. Дай Господи, чтобы было польза и нам, и тем, кто будет выстрелить. И дай Бог, чтобы мы не успокаивались, отвечая, а не только устно отвечали, а жизнь еще. Живень. соответствую вас. Ну все. Спасибо. Всего доброго. субтитры подогнал «Симон»!